ЛЕДЕНЕЦ ЛЕДЕНЕЦ «Я только посмотрю, а ничего трогать не буду», — думает. Открыл крышку, видит, там что-то красное сверху. «Э-э-э», — говорит Миша, — «да ведь это леденец!» «Наверное, как раз тот самый, который мне обещала мама». Он запустил в сахарницу руку и вытащил леденец. «Ого!» — говорит, — «большущий и сладкий должно быть». Миша лизнул его и думает. «Пососу немножко и положу обратно». И стал сосать. Пососет, пососет и посмотрит, много ли еще осталось. И все ему кажется много. Наконец леденец стал совсем маленький, со спичку. Когда Мишенька положил его обратно в сахарницу. Стоит, пальцы облизывает, смотрит на леденец, а сам думает. «Съем я его совсем! Все равно мне мама отдаст! Ведь я хорошо себя веду, не шалю, ничего такого не делаю». Миша достал леденец, сунул в рот, а сахарницу хотел на место поставить. Взял ее, а она прилипла к рукам. И бух на пол! Разбилось на две половинки. Сахар рассыпался. Мишенька испугался. «Что теперь мама скажет?» Взял он две половинки и прислонил друг к дружке. Они ничего, держатся. Даже незаметно, что сахарница разбита. Он сложил сахар обратно, накрыл крышкой и осторожно поставил в буфет. Наконец мама приходит. «Ну, как ты себя вел?» «Хорошо!» «Вот умница! Получай леденец!» Мама открыла буфет, взяла сахарницу. «Ах!» Сахарница развалилась, сахар посыпался на пол. «Что же это такое?» «Кто сахарницу разбил?» «Это не я! Это она сама!» «Ах! Сама разбилась!» «Ну, это понятно!» «А леденец-то куда девался?» «Леденец! Леденец! Я его съел! Я себя вел хорошо!» «Ну и съел его!» «Вот!»